У меня плит нет. Мы сейчас работаем с тем материалом, который есть. Задача им ставится. Вам здесь отсыпали, устраивать или нет? Обещали им мелкие фракции, но так и нет. Я согласна, что грейдеры... Вот я вспомню, что здесь было и что случилось. А здесь, если бы мелкую фракцию отсыпали, вас бы это было увяно. Нет-нет-нет, они пришли, они в другой раз не просыпали. Я не ранил по посыпке, да, посыпали суммедельник. Ну, понедельник не уступил. Ну ладно, все-таки хоть более-менее. Мы сейчас разговариваем, чтобы они здесь дальше досыпают, и там тоже самое. Они, получается, так как болото постоянно, да, вы знаете, они постоянно делают вид только, что ездят по этой дороге. На плавном они ездят по этой дороге. По стройке, здесь у грязь, мы с ребенком на нас. И получается... Вот эту дорогу отсыпать, вот эту. Они же меньше здесь ездят. Ну, я буду искать. Я надеюсь, что вообще машины будут ставить свои, чтобы не ездили. И что за это делать? Потому что... Да. 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 Потому что я и с вами, когда вы вспомните, опять мы встречались. Я совсем уже встречалась, потому что дороги нет. И нам невозможно жить здесь. Просто невозможно. Мы создали эту ситуацию. Это не мы создали эту ситуацию. Не, ну, я хочу сказать, что здесь нужно понимать, что в городе же, значит, что есть ряд других задач, да, это переселение граждан с аварийного жилья. Если вот сейчас, сегодня, на сегодняшний день мне уже звонят жители с тех домов, которые должны переехать сюда, они буквально когда-когда, это проблема государственная. Поэтому другое дело, что вы от этого не должны страдать. Вот именно, что мы все страдаем. Согласен. Поэтому извинилась немножко, но не до конца. Я сказал, значит, о том, что они должны эту ситуацию поправить и здесь отсыпать. Вот здесь конкретно полностью отсыпать. А вот та дорога, потому что там еще разбивают другие строители, потихонечку, значит, втихаря, как говорится, они должны тоже оказывать. Поэтому Сергей оказывает содействие. Сергей Михайлович, я ставлю задачу, чтобы он их всех собрал, коль по той дороге идет движение, и отсыпку сделал, организовал. Либо мы ставим шлагбаум и будут носить в поддонах на руках кирпич. Да, я точно так думаю. Других нет вариантов, потому что мы не можем ездить. Если, как говорится, действительно, мы уже здесь не первый раз ездим, да, и надо уже пожестче. Мы говорили и по предписаниям, и по всему остальному. В проектах строительных организаций, в проектах строительных организаций, которые строят дома, предусмотрены должны, они обязаны подготовить подъездные площадки, подъездные пути. Это основа основ. Кто действительно заканчивал специализированные организации, вузы, институты, значит, это основа основ. И кто бы что ни говорил, когда строители выходят и ищут место, чтобы построить, они все сразу обещают. И это сделаем, и то сделаем, и то сделаем. Поэтому, я еще раз, Сергей Михайлович, бери на контроль. Потому что, когда вы планировали эти дома строить, вы знали прекрасно, что это болото. В Ачинске вы все живете. Ну, я скажу так, еще бывает и хуже. Ну, я согласна. Не плане вас, а что здесь не настолько заболочено, как есть еще места. Вот. Ради бога. Все, хорошо. Могли бы на стройке строить эти дома. Все, вопросы у кого какие есть еще. Все пустыри застраиваются. Да, на стройке вот сколько переселили-то. Дома освободились и вся стройка свободная. Там ведь нету болото. Там тоже будет строиться, везде будет строиться. Мы же не один болото везде. Мы имеем в виду. Не, вот строица-то пускай строится. У нас за людей не считают. Нас вообще как. Да ну ладно. Теплотрассу по дороге сейчас шлепнули без нашего ведома. Начинают рить, дорогу берут. Как я буду домой подъезжать по средней? Они сейчас развезут на два месяца. А сейчас идут? Да. По средней улице уже. Как вот они сейчас будут делать? По средней улице. Они говорят мы десять дней. Да не будет десять дней. Никак десять дней не получится у них. Какая компания там? Я не знаю кто там тендер выиграл. С мастерами. С мастерами. А? Это магистральные сети к дому? Да. Вот к домам вот к этим ведут. Ну к этим домам. Оттуда получается. С ленты. В центральной дороге. Сроки какие. А там срок два месяца у них или сколько наверное. Ну я считаю их тоже надо выдернуть. Так я вам что-нибудь играть. Как бы вот уже с ними это. Я говорю хоть частями делайте как-то. Сейчас. Они и делают частями. Ну как бы да. Можно чтобы они... Они уже два дома прошли и все нормально. Я к чему говорю. Если мы говорим о строительстве дома. Мы приходим смотрим как дом строится там. Соблюдается ли график производства работ. Но если вопрос касается сетей. Они еще не подсоединены. Я так понимаю. К этому дому да? К этому дому ведутся магистральные сети. Вот. Нам тоже их выдергивать. На штаб надо. Пусть они нам тоже докладывают. Как они собираются делать. Как они собираются обеспечить проезд. Стройки им какие-то. Это правильно значит тут гражданин говорит. Что значит он тоже должен знать когда у него появится возможность подъехать к его дому. А не дай бог что тут случится. Почему мы их не вызываем? Почему? Ну когда мы все. Никто не застрахован. Никто не стучится. Не перебивать. Я же слышал. Получается. Базар идет. Поэтому давайте вы самостоятельно вызывайте их. Спрашивайте. Как они там будут организовывать. У них организованы эти работы будут. И на следующий штаб выдергивать их тоже самое. Сюда пусть они докладывают. О том что как они собираются и когда проводить работу. Чтобы нам. Ну еще раз говорю. Если жители задают вопрос. Значит это нам надо реагировать. Игорь Петрович. Можно еще один вопрос. Мы прекрасно знаем что скоро дом этот дадут. Все прекрасно. Строится. Отлично. Вот у них когда будет отмостку засыпать. У них почему то уровень на земле выше чем у меня дом. И как мне потом дальше жить. Ну это вопрос непростой да. Очень непростой. Значит у вас дом с какого года здесь построили. В 13 году я его строила. Вы понимаете что здесь еще нужно строить школу. Ну это 49 лет назад еще будет. Поэтому я бы этот вопрос все таки перенес на следующий раз. Потому что мы еще здесь. Здесь жители обращаются. У нас получается здесь переполнены школы. В этом микрорайоне нужно строить нам еще школу. Либо на 550. Вот. Я сейчас этого не говорил. Вот. Поэтому сейчас ищется участок для того чтобы эту школу построить. Поэтому много вопросов. Вот вы сейчас говорите по уровням да. Ну что. Вы вперед получается да. Соответственно. Нет. Там тоже габариты есть. Я понимаю. Болото застроили. По домоленту отдали. Продали участок. Устроили бы школу. Где работаете? Я? В АДК. Я знаю. Сколько по времени работаю? Два года. То есть у вас все там выполняете свои обязательства как положено? Конечно. А я свои выполняю. Хорошо. Ладно. Поэтому. Я сейчас вам не отвечу на этот вопрос. Ну что я могу сказать. Ну что мы сейчас. Ваш дом подымем. Нет. Не надо. Просто она просто ливнёвки нужна. Другое дело. Что. Вопрос касается окончания работ и благоустройства на этой территории. И отводы воды. Они должны быть предусмотрены. Да. И не в сторону домов. Опять же. А именно в то место которое. Ну опять же. Уже. Кто-то рук сможет пояснить. Они ливневые вон там. Идут всю засохать. Или не будет чистить. Про ливнёвку. Мы сейчас. Просто эти все вещи. Как бы фантазируем. И думаем. Что может быть. Вот по факту построятся дома. Если будут какие-то проблемы связанные с подтоплением домов. Будут их решать. Конечно. Конечно. Безусловно. Никто с водой не расставит. Как новая канализация здесь есть в этом районе. Значит. Вместе с тем. Вопрос правильный. Потом будет может быть и поздно уже решать этот вопрос. Да. Потом скажите. Нет. 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 Я еще раз говорю. Просто. Я сейчас вот если. Скажу вот так. Значит. Я. Ну. Где-то может быть. Не точность проявлю. Поэтому. Дайте тоже время. Следующему штабу. И отвод воды. Где это будет проходить. Соответственно. Необходимо. Эти предложения отработать. В том числе. Подключить специалистов. Геодезистов. И так далее. Потому что вижу же. Сейчас пока. Дома строятся. Территория не стреляет. Допустим. Имеется ввиду. Геодезию проводят. Может они тут. Подскажут. Куда воду отводить. С учетом сложности данной ситуации. Поэтому здесь. Вопросы правильные поступают. Ну. Единственное. Что вот как. По уровню фундамента. Нет. В итоге. Получается. Воды нету. Да. Сейчас построите. Да. Это все. И вот так вот получится. И у вас нету. Кстати. Я посмотрел. И в ту сторону пойдет. Там тоже. Там она почти там будет стекать. Она как раз. Она уходит туда. То что здесь. Угроза того. Что здесь будет. Возможно. Да. Какая-то низина. Ее надо конечно с ней что-то делать. В воду отводит. Вот. Потом вы скажете. Вы извините. Мы уже уже дома построили. Ничего не получится. Значит. Я сегодня вопрос. Задавал строителям. Как раз. Окончание работ. Какое предусматривается. Какое предусматривается. Благоустройство. В целом. Значит. Где-то будет красота. Шаг влево. Вправо. Как говорится. Там получается. Недостаточно. И людям. Значит. Ухудшаются условия. Это не должно быть. Но еще раз говорю. Поэтапно. На следующий штаб. Мы этот вопрос. Я думаю. Рассмотрим. Уже за течение недели. Должны специалисты поработать. Наверное. Сергей Михайлович. Специалисты. Должны поработать. Подсыпки. Все. Я больше на эту тему не говорю. Подсыпка должна быть произведена. Что касается охлода воды. Куда вода. Возможные пути. Да. Это значит. Да. Это нужно чтобы специалисты поработали. Все. Спасибо. Все. Давай. Вот так.